Здравствуйте! В той истории с непонятной апатией всех управленческих и контрольных ведомств по поводу злостного неисполнения решения суда по засыпке котлована незаконной стройки на улице Солнечной фирмы и Самарский Монолит, оказывается, эта организация еще и пытается торговаться с мэрией на этот счет. Ну и, как я понял, это для них же и служат еще и попытки оправдания затяжки начала засыпки котлована. Ну вот, что есть, какая информация у активистов. У нас есть копия письма застройщика на главу города, что со стороны застройщика есть желание засыпать этот котлован, но он хочет получить гарантии, что ему будет предоставлен комбинационный земельный участок и для него все пройдет законно. То есть он просто хочет гарантийное письмо. Так а в чем проблема? Вроде как бы об этом уже договорились на той встрече в апреле, да, в мэрии? Есть ответы, что были произведены осмотры, якобы застройщик согласился с каким-то участком. Странные дела. Какие нужны еще гарантии, если все предельно ясно было прописано в протоколе того самого собрания? И все звучные условия тогда, в апреле, все стороны вроде бы устроили. Разработана дорожная карта по реализации механизма передачи компенсационного участка с кадастровым номером ТРАДАТА, расположенного по адресу город Самара, Кировский район юных пионеров, переулок Ташкентского, Затонскому Дмитрию Николаевичу. И механизмы передачи Затонским Дмитрию Николаевичем из земельного участка по Солнечной 51А в муниципальной собственности. Это в протоколе? Ну и в чем дело? Дорожная карта так и не разработана до сих пор, но по чьей вине? Насколько я знаю, компенсационный участок в несколько раз больше площадки на Солнечной, но застройщику в нагрузку вешают еще сколько-то там обманутых дольщиков. Ну, может быть, вот по количеству их и торгуются, не подписывая окончательные соглашения, поскольку мэрии выгоднее, да, как можно больше проблемного народа в это соглашение впихнуть. Ну а застройщику, понятно, что как можно меньше. Но, ребят, это я уже к застройщику обращаюсь сейчас внимательно, поскольку это определяющий момент. Ваши переговоры с мэрией — это ваши дела, например, о конкретном участке и дополнительной нагрузке в плане количества закрепляемых за вами дольщиков. А вот исполнение решения суда — это совершенно другая и приоритетная, кстати, история. Вы свой котлован обязаны закопать в любом случае и торгуетесь дальше сколько угодно, как передадите этот участок муниципалитету, что вам дадут взамен, какую доп. нагрузку стороны согласуют. Это все, повторюсь, отдельная и совершенно другая история. Вопрос в том, почему вы три года не выполняете решение суда, и почему наши контрольные органы не среагировали на это до сих пор. Где уголовное дело на директора Самарского монолита Гужова, если он инициатор такого поведения фирмы? Ну или где его признательные показания на других лиц, если он всего лишь подставное лицо, а там вот рулят другие эти самые лица? Люди хотят ответа на вот эти вопросы от властей. Будут ли власти о чем-то еще там договариваться с застройщиком или передумали? Ну сколько можно ждать? Вот они должны обеспечить выполнение решения суда. Вот и получается, что взаимодействие между департаментом и застройщиком, у них как-то своя игра. А нам-то нужно, чтобы котлован засыпали, и уже решение суда, поэтому уже есть позасыпать котлован. И мы, получается, страдаем из-за их отношений, что они не могут договориться о выгодности со стороны застройщика получения вот этого земельного участка. Какие-то у них там свои, конечно, нюансы, я понимаю, об объемах, о деньгах, о количестве. Я так понимаю, что застройщики еще и дольщиков хотят. Да, хотят, но это правильно, с одной стороны, то есть дают участок больше, и надо как-то этот вопрос решать, но надо и находить общий язык. Понимаете, и до сих пор почему-то вот все за, все за, и ничего не делается. Все за на словах. Да, да. И вот, не знаю, надеюсь, вот, так могу сказать, что вот я узнала вчера или позавчера, что Хинштейн собирается баллотироваться в наш город. Ну да, он на ваших площадках. Да, да, он очень нам помог, мы благодарны за это, и надеюсь, что он поставит точку в конце концов, если до сих пор ничего не откажет нам помочь и дальше. Ну да, в свое время же Хинштейн как раз на этой площадке выступил весьма ярко и весьма однозначно выразил позицию о незаконности стройки и о дальнейших нерадужных перспективах для застройщика, если он продолжит такие вот попытки. Ну в чем, в чем. А в последовательности Александру Хинштейну не откажешь. Теперь же вообще есть еще и решение суда, предписывающее для застройщика ликвидацию всех следов этой стройки. Вот местные власти почему-то не очень справляются, так почему бы ему тогда не проследить уже за этим. Сейчас у Хинштейна как раз еще и начинается активная предвыборная пора, ну а потом, если его позиция будет подкреплена и статусом депутата Госдумы, да, тогда вот, надеюсь, действительно эта проблема решится быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова